В Амурской области работает московский режиссер Влад Резниченко. Сам он выходит из Амурской области. В этот раз приехал снимать документальный фильм о подтопленной Владимировке. Такую работу заказало Федеральное министерство культуры. Заодно Резниченко дал бесплатный мастер-класс для начинающих благовещенских киномейкеров. Подробности у Анастасии Носковой. Свою творческую карьеру Влад Резниченко начинал в Амурской области, поэтому провинциальная жизнь ему знакома не понаслышке. Сейчас в его портфолио опыт работы с крупными телеканалами. Первый, Россия, ТВЦ и звезда. Из этой командировки он привезет работу о жизни пожилой пары из подтопленной Владимировки. Фильм под названием «Медовый месяц» Влад сам режиссировал, сам снимал. Сейчас работа в процессе монтажа. Их бытовая жизнь остановилась. Но у них появилось больше времени на то, чтобы находиться друг с другом и узнать друг друга чуть лучше. Вот это такая история любви в пожилом возрасте. Весь пафос, крики, вопли, как все ужасно, как мы тонем, оно все уйдет. И мировому зрителю будет интересно смотреть на самом деле на человеческую трагедию. В жанре документального кино бывший выпускником ГУ, ныне московский режиссер Влад Резниченко, называет себя человеком опытным. За фильм «Все будет зашибись» он получил награду на кинофестивале «Арт-дог-фест». Тогда главной героиней фильма стала учительница из Февральска. Потом я поняла, как я группа выгляжу на этих шпильках. И купила здесь какие-то полуботы, типа вот этих. И уже тогда шла, не отличаясь ни от кого. Уже все, я обамовец. Поделиться опытом съемки фильмов Влад Резниченко попросили участники Амурского кинофорума. С их работами он познакомился еще до мастер-класса. Документальное кино я тоже начинал снимать, но как бы этой работы моей еще нет. То есть мне иногда нравится про природу снимать. То есть какие-то ураганы, смерчи. Бывает, я попадаю в тот момент, когда именно происходит что-то. Но оказаться в нужное время и в нужном месте для хорошего фильма мало. Важно уметь слушать своих собеседников, чтобы они раскрылись, говорит Резниченко. На встречу он дал своим слушателям задание – снять короткий документальный фильм о своем знакомом. Результаты творчества режиссер предложил обсудить в конце следующей недели. Анастасия Носкова, Кирилл Захаров, программа «Неделя». На этом программа «Неделя» завершается. В нашей следующей передаче ровно через неделю расскажем о самых ярких спектаклях, фильмах и встречах Амурской осени. А также о том, какие еще события нас ждут в культурной жизни. А прямо сейчас на нашем канале очередная передача из цикла «История одного рода». Героиня нашей программы Мария Петровна Моторина расскажет...